Здравствуйте! Сегодня в наших импровизированных гостях Анна Ардова. Я думаю, что Анну представлять особо не надо, потому что она даже нашему шумкенскому, казахстанскому зрителю, естественно, очень-очень знакома. Спасибо. Приветствую. Спасибо, я вас приветствую, спасибо большое. Ну, наверное, первый вопрос, от чего уже дали, я уже спрашивала, и что получили? Вы знаете, очень хорошие зрители, прямо очень хороший, очень тёплый приём, очень тёплый город. Единственное, что мне жалко, что я так мало, что вот одним днём я бы, конечно, приехала бы ещё где-нибудь весной, я бы ещё посмотрела, я бы ещё с удовольствием что-то сыграла. Может быть, я бы даже, вот хотелось бы приехать к вам с концертом, с моим, потому что у меня есть такой концертик небольшой, но, может быть, дай бог, получится. Было бы хорошо, потому что зрители потрясающие, потому что всё очень гостеприимные, потому что потрясающий совершенно приём, и такой был трудный этот перелёт. Ну, потому что мы ночью не спали, и вы видели и знаете, но так приняли, и так любят, и так кормили между спектаклями, что я испугалась, что второй спектакль я не сыграю. После мантов, манты, я правильно сказала? Слушайте, они такие вкусные, я не могла остановиться. Вышла на сцену, понимая, что мне тяжело, и думаю, как-то надо жить с этими мантами. Второй спектакль, но это было так вкусно, что не остановиться было, просто неостановимо вкусно. Аня, что для вас важнее, театр, кино или телевидение? Вы знаете, что это всё важно очень. Ну, вообще, изначально, конечно, я театральная актриса, и у меня всё началось с театра. Но кино я очень люблю, и телевидение тоже. Я даже не могу вам объяснить, что важнее. Это всё части профессии, просто они немного разные, но это всё очень важно, мне кажется. — Зрители в общей массе всё-таки больше привыкли к блондинке. — Я сама к себе привыкла больше, чем к блондинке. Да, дело в том, что я постриглась для роли, а потом работа перенеслась на следующий год. И пока работа перенеслась на следующий год, а у меня короткие волосы, я решила поэкспериментировать и вот стать такой шатенкой. И теперь вот пока так я хожу. Но к себе тоже ещё не привыкла, и в «Ерклесе» я не узнаю, нет. Особенно утром, знаете, когда всё торчит вот так, когда поспишь, на одной стороне, на другой, всё вот так торчит. Я думаю, кто это? Ну ничего. Ну и эксперимент. — В последнее время говорили о том, что зрители меньше стали ходить в театр. Есть как-то в России, например? — Вы знаете, что не знаю. В театр Маяковского всегда, в котором я служу и уже много лет, ходят всегда хорошо. Слава Богу. Ну, видимо, потому что это известный театр. И, слава тебе, Господи, хорошие спектакли. Поэтому я не вижу уменьшения зрителей. Хотя говорят, что стало меньше, что стало труднее продавать билеты почему-то. Ну, видимо, из-за того, что сейчас не очень легко. От этого не очень... Не все идут в театр. Не все себе могут позволить эти траты, наверное. Я не знаю. Ну, если это так, это грустно. — Что вам ближе? Классика или всё-таки современные пляси? — Лично мне это сложно сказать, потому что я люблю и классику, и современные пьесы. Это разная система существования. Но, правда, смотря, как ставят классику. Иногда Богомолов, например, так потрясающе ставит классику, что это совершенно современно и даже иногда капустно. И это здорово, смешно и весело. Ну, весело, трагично, как угодно. Дело в том, что и то, и другое интересно. Лишь бы была хорошая пьеса и хорошая роль. Было бы что играть, знаете. — Кстати, по поводу «было бы что играть» все-таки у вас больше позиционируется комедийная актриса. — Ну да, да, да. Так и есть. Так и есть. Но в театре я больше драматическая актриса. И так это было всегда. И с самого начала это в телевидение и потом в кино я попала как комедийная. Ну, то есть как нет, я попала как драматическая. Но стало известно как бы всем по женской лиге, а потом по одной изо всех. А это комедийные проекты, конечно, да. Но начиналось все с драматических ролей. — А есть какая-то она, которую хотелось бы сыграть, но которая пока вот в мечтах? — Вы знаете что? Ну, вообще, на самом деле, мне давным-давно один мудрый человек сказал, никогда не мечтай о ролях, потому что если тебе их не дадут, ты потом будешь страдать, потому что тебе их не дали или дали другой актрисе. Поэтому лучше о ролях не мечтать. Ну, несколько ролей я уже промечтала, то есть я уже не успела сыграть. Ну, не знаю, может быть, если из такого мирового репертуара, что бы я хотела, конечно, Гертруду бы хотелось сыграть, интересно было бы. Ну, посмотрим. Ну да, тогда нет, так нет. — И к Новому году уже готовитесь или в разъездах даже... — Вы знаете что, готовлюсь. Да. Я даже поехала в магазин недавно, у меня был день свободный, мы с подругой поехали в магазин, и я накупила кучу маленьких подарочков. Штук 90. И 90 пакетиков, и уже запихнула, потому что в театре, в котором я служу, в театре Мяковского, у меня столько любимых людей, которым надо, ну, что-нибудь обязательно... Мы друг другу всё время как-то меняемся, знаете, какие-то там эти вот... Я каких-то обезьянок накупила, каких-то свечечек. Ну, вот и буду раздавать, кому обезьянок, кому свечечек. Ну, в общем, мы так меняемся, потому что вот такие знаки внимания и сразу такое ощущение любви, да, когда... Ну, когда ты заботишься о ком-то там, кому ты даришь что-то, тебе дарят, и это так приятно, потому что как в дом приходишь, в родной, в театр. А Новый год обычно встречаете где? Ну, последние годы я встречала за границей, мне хотелось как-то, не хотелось дома... Не знаю, не хотелось как-то возиться, готовить. Ну, в общем, на самом деле мне хотелось просто попутешествовать, посмотреть новые места, и мы ездили куда-нибудь в Европу. А в этом году дети потребовали дома, так что я думаю, что я встану у станка 30-го числа и начну резать салаты. Кстати, телевидение у вас, и вот Максима позиционирует, как таких вот рьяных родителей, этого очень много на телевидении. Вы такие хорошие, он такой хороший папа, вы такая хорошая мама. Есть какой-то секрет успешной мамы? Ой, да мне кажется, я все время говорю, что самое простое, это мне моя дочь сказала, мудрая. Моей дочери сейчас 19 лет, а было 13, и она была, ну, в общем, довольно противная, вредная, как все дети в этом возрасте, и я ей сказала, «Соня, что с тобой делать?» Она на меня посмотрела и сказала, просто люби. И я поняла, что это аксиома поведения родителей, что это, ну, это просто единственное, что возможно. Единственное, что возможно, это просто любить. Потому что воспитывать бесполезно, надо просто любить. Ага, а вы немножко о спектакле. Чем зацепило вас главная героиня, что вы... Вы знаете, мне очень интересно было, я когда прочла, и мне было очень интересно вот эта метаморфоза с момента того, что женщина приводит бомжа в дом, чтобы его, в общем-то, убить с помощью своего мужа, да, и выдать за мужа страховым агентом, чтобы получить страховку за смерть. То есть, представляете, да, как она боится этого своего мужа, и вообще, ну, как это, что это за человек, да? И как она исцеляется любовью, и как она, благодаря тому, что полюбила этого человека, как она, ну, просто его спасает, да? Она его же выпытается все время, весь второй акт, весь второй акт я спасаю. Я стараюсь спасти этого Данкина, потому что я понимаю, что он должен уйти, я его выгоняю всеми способами, чтобы он остался живым, чтобы не пришел Ричард и не убил его. А в собственной жизни такие страсти? Ну, не знаю, нет, я не могу сказать, я столько лет замужем, слушайте, какая страсть. Ну, нет, я, конечно, все равно влюбчивый человек и страстный, я тебе какие-то придумываю истории, но это никакого, как реальности, никакого отношения не имеет, это все фантазии, роли, фантазии, роли и все. И так, ну, как бы придумай себе что-нибудь, что я влюбилась в команде, и все. И как-нибудь, ну, чтобы был повод ресницы накрасить. Субтитры сделал DimaTorzok